Добрый день, это эфир информационная программа репортера студии Маргариты Шибукова. У Гомельска в области проходит датарминовое голосование по кульсару наибольши активных Жихарыка Армянского, Нараулянского и Хойницкого районов. Межтым выборчая кампания протягивается другий день датарминового голосования у материала Олега Сентюрова. У агрогородку Радуга Ветковского района выборы президента сёльта проводятся у будинку сельского дома культуры. Тут и место хапая, и некаких запасных выходов для организации безпеки людей иснуе. В 10 годин ранецы члены комиссии ускрывают урну для датарминового голосования. Почас дённого перепынку и у вечера яна обоязково опечатывается, находятся по таховой супросовникам милиции. Активность сельского населенства в уголе довольно значна залежит от надворья и отповедна объему работ на присядебных участках. Зараз они практически завершены, а тому вясковцы начинают приходить на участок с моменту его открытия. Сказывается и местовый менталитет. Практично кожный жихар лечит удел у выборок своим громадянским обвязком. По этой причине, до речи, тут и участок усе разом оформляли, навод к ветке с дому принесли. И некие проблемы, коли возникнут, обещают вырошать оперативно. Проблемы таких мы пока не видим, но если их появляются, мы их быстренько решаем. Есть администрация, городка Радуга, председатель сельского совета. Мы совместно все решаем эти вопросы. Стала ведомая кончатковая колькость аккредитованных на Гомишине внутренних назиральников. 6 831 человек. При таким контроле некие порушения наврать темах чем ее уволе. Что отличится выборщиков, то основная причина удела у миновито удотерменового голосования. Немогчимость прийти на выборчий участок 11-го Костричника, при том, что отдать свой голос необходимо обовязково. Мы не можем их одни, мы решили проголосовать сейчас. Вот приехал сын, и все вместе собрались, все семьи, идем отдать свой голос. Я считаю, что каждый должен исполнить свой долг. Под час гэтой выборчай кампании БОШ уваги удялили людям с обмежеванными физичными махчымыстями, где махчыма выборчай участки разместили на пешых поверхах. Гэта БОШ зручно не только для инвалидов, а и со старелых. Плюс подрактовалися до работы с людьми с дрынным зроком. Все лето у першыню на выборчах участках заявилися специальные книги для людей, которые стратили зрок. На 12 сторонках. Уся информация о кандидатах у президенты. Правда, как прочитать ее, необходимо володысь так званым шрифтом брали. Традиционно подчас дотерминовых голосований неких забавляльных мероприемствов на выборчах участках не проводится. Але подрактовка да их вядецам. 11-го концовичника на участках организуют не только гандаль и пропонуют концертные программы, але и запросить специалистов, таких же медиков и юристов, например. В день нового голосования здесь будет организована достаточно культурная массовая программа, очень огромная. Здесь будет организована консультация психолога, будет организована консультация юриста, Будут организованы консультации представителей Белпочта, Гомель Хлебпром привезет свою выставку и многие другие службы. Олег Синчуров, Валерия Панькова, Телер, Радо, компания Гомель. У Светлогорску на базе центральной районной больницы открыто отделение для реабилитации. Тут будут оказывать допомогу пациентам с захворюваниями иммунной системы, а так само с травматологичными и сосудистыми патологиями. Для набытия обстолевания, отповедно комплексной программе социального обслугования на 2011-2015 годы, было вытатковано свыше 550 миллионов рублей на проведение ремонтных работ Каля Мильярда. Под обязанностями Володы Дмитрий Котов. Новое отделение различено на одночасовое размещение 25 человек. Что день за реабилитацией пациентов будут сочить 10 медработников. Сушастное медицинское обстолевание дозволит выкористовывать разностайные инновационные методики лечения. У их лику психотерапия, аппаратная физиотерапия, лечебная физкультура, массаж. Иснуют усе машинности для вертания людей до полновартостного ладу життя. Для этих пациентов у нас организованы лечения медикаментозно в процедурном кабинете. Организованный очень красивый кабинет, выписано достаточное количество медикаментов, организованы два больших зала ЛФК. Ранейко провести специализованный курс лечения мясовые жихары накировалися у Гомель и суседний Жлобин. Зараз здесь снять такие поездки не потребно. Отримать якостную медицинскую допомогу можно по месту жихарства. Конечно, этот объект даст возможность тем людям, которые нуждаются в этом, на месте, окружены будут заботой в этом уютном новом помещении. Ну и, конечно, любое дополнительное создание рабочих мест, койка мест, это всегда в движении вперед, это всегда плюс, это улучшение благосостояния наших людей, это забота о людях. Светлогорский район зарабил еще один значный крок у накерунку повышения якости и доступности медицинского обслугования. Такая тенденция назирается и в других регионах в области. Так, до конца мягучего года плануется открытие еще двух социально значных объектов – сосудистого отделения худкого реагования на базе шпиталя инвалидов Айчинной войны в Гомеле и новой районной больницы в Лоеве. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район. У больницах, школах и детящих садках Гомельской области пошли включать отепление. Как поведомили у державным, объединение жильево-коммунального господарка Гомельской области, решение об детерминовом старте отепляльного сезона принято с зарыского понижения температуры поветра. С выходных днем тепло пошне приходить и в квартиры ЖКРУ региона. За 3-4 дни обязают специалисты, будя охоплены в весь жильевый сектор. По опошнюю шаргу до отепления подключать предприемства и организации в области. Отправиться у подорожа по сторонках истории и моды пропануя Гомельский палацово-парковый ансамбль. Подчас работы выставы «Модерн. Эпоха жаноцкости» у этой дни проходит аддукационная акция. Ее первыми удельниками стали студенты Гомеля. Для этой аудитории науковые сопрационники палаца распрацовали особливую экскурсию. И она адаптована для молодей, носить аддукационный характер и при этом проходит в интерактивной форме. Юные наведовальники имели махшимость доведаться про моду разных ста годзев, принять удел у интеллектуальной гульни и отшуть себе модельерами. Выставка, которая проходит во дворце «Модерн. Эпоха женственности» является очень удачной площадкой, где мы можем это занятие проводить с детьми. Выставка будет работать до 15 ноября. И до 15 ноября любой желающий может посетить не только выставку, но и поучаствовать в увлекательном путешествии. Гэта акция з'является шасткая эдукационная программа «Великий музей для допытливых сябров», яку пошали реализовывать тут некольких годов тому. Головная мета – притягнуть увагу молодого поколения до истории про интерактивные экскурсии. За час основания программы я и удельниками стало коля 700 человек. Дарыш и сегодня у палаца пропонуют 10 интерактивных экскурсий по разных темах. Масштабная видовищно-камерный хор Гомельской областной филармонии знашу 35-ти годы с дня своего заснования. По областным драматичным театрам «Знагоды свята» был дадзены великий юбилейный концерт под керавництвом заслуженного дейша культуры Республики Беларусь Алены Соколовой. Наши корреспонденты не обмянули увагой эту значную культурную падею с подробязностями Вероника Ворошилина. Артыста в зала с устрока эншлагом под аккомпанемент без конца хашлейфу аплодисментов. С первых аккордов святочной программы глядачей окунаются у незабылный свет стародауних и хоровых романсов. Неполторных шедевров русских и замежных композиторов, які створают атмосферу узвышенности. Камерный хор Гомельской областной филармонии был заснован заслуженным работником культуры БССР Алексеем Лукомским. На початку 80-х он стал первым профессийным коллективом этого жанра в Беларуси. С 1989 года мастацким керавником и головным дирижером камерного хора з'является заслуженный деж культуры Республики Беларусь Алина Соколова. Усё своё житё она присвятила музыце, саправдной, выдатной, якосной, яка ведёт слухача до узвышанного, узбагачаю его духуна, уздымая над метуснёй. Под керавнистом Алины Соколовой коллектив досягну высокого профессийного и мастацкого узроню. Царковно-славянская духовная музыка, айчинная и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры и левшие сосветные джазовые композиции. Сёнию репертуары камерного хора у Гомельской областной филармонии уся музычная палитра. И гэта одна с причин поспеху гомельских выканавцов. Лучше, конечно, всего, когда зритель сидит, слушает именно разные жанры, когда вот одно и то же, это, кажется, можно доисти. Но мы стараемся именно разнообразить репертуар. Я думаю, в этом и успех. И хорошо его делать. Вот и всё. Ещё одна отметная творчая риса коллектива уластивы только ему оригинальный тембр и разнастайность мощных голосов. Сёня 24 артисти выполняют музычные творы, которые написаны у разлику никуда больше значную колькость музыкантов. За довольнение ни с чем не параунальное. Это вот уникальный какой-то коллектив, который имеет свой тембр. Вот, как мы знаем, вот это тенор звучит, это баритон, там, цапра. То вот хор, их немного, а поют, как большая капелла. Это очень... И вот эти именно голоса. Голоса плюс произведения. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоакомпания «Гомель». Запись юбилейного концерта камерного хора у Гомельской областной филармонии под керамнистом Олены Соколовой вы можете убачить у эфиры телеканала «Беларуша» Тэры Гомель. Его трансляция отбудется у неделю 11-го Кастрышника у 15-го 1-40 хвилин. На этом поколе все за разведем паде сошите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повышения.